Самый большой парадокс, связанный с манипуляциями, состоит в том, что большинство людей точно не знают, что это такое Стандартная ситуация Часто ко мне на тренинге по противодействию манипуляциям приходят участники и говорят примерно следующее Мой начальник постоянно кричит на меня Мои коллеги нагло пытаются меня шантажировать Меня задевает деструктивная критика моего шефа, и я не знаю, что с этим делать Мой муж постоянно врет Я регулярно участвую в жестких переговорах, и мои оппоненты часто требуют того, чего я им дать не могу У меня есть один взрывной клиент, который может запросто меня оскорбить Можно ли это назвать манипуляцией? Или это просто деструктивное, некорректное, нецивилизованное, нелояльное поведение? Многие ставят знак равенства между врунами, беспринципными карьеристами, циниками и манипуляторами На самом деле это неверно Самый распространенный вопрос, который мне задают журналисты во время интервью на тему манипуляции Вы можете назвать имя самого главного манипулятора в политике или общественной сфере? Конечно, я стараюсь обходить такие провокационные вопросы, но журналисты всегда уточняют Ну, наверное, это Владимир Вольфович Жириновский, который, кстати, написал рецензию к этой книге И очень сильно удивляются, когда я отвечаю, что на самом деле вышеупомянутый политик не такой уж талантливый манипулятор Яркий оратор? Да Экспрессивный спикер? Да Профессиональный шоумен? Да Но на манипулятора номер один он явно не тянет Почему же? Спросите вы, ведь стать его оппонентом побаивается каждый Палец в рот ему явно не клади Агрессивный, находчивый, кричит громко, переходит на личности Но можно ли все это назвать манипуляцией? Нет И сейчас разберемся, почему Но для начала, немного статистики На протяжении нескольких лет я проводил опрос среди управленцев и специалистов из разных организаций России Было опрошено 850 человек, среди которых были сотрудники таких компаний, как Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Росатом, САП, Дойчебанк, МТС, GTI, Аксенчер, МСД и многих других На вопрос, встречаете ли вы в своей работе манипуляции со стороны коллег, положительный ответ дали 89% респондентов 56% респондентов признались, что сами периодически прибегали или прибегают к манипуляциям для достижения цели Однако самые любопытные цифры такие Лишь 13% респондентов смогли привести конкретные примеры манипуляции А на просьбу дойти четкое определение манипуляции корректно ответили только 4% респондентов